Одна на шесть населенных пунктов. Александра Бескаравайная, фельдшер более чем с 40-летним стажем. Трудится женщина-медик в поселке Соколиной в Любимском районе. В радиусе 4 километров от него все пациенты ее, а это 171 человек. Практически ежедневно фельдшер отправляется по вызовам на дом. Как вы себя чувствуете? Да, ну ночью тут всякое было, а сейчас потихонечку вроде ничего. Сейчас проверим, что реально давление. Ну сегодня хорошее у вас давление. 130 на 8 литров. Визиты на дом к пациентам у фельдшера Бескаравайной начинаются после 12, а утром женщина ведет прием в медпункте. Здесь есть все необходимое для первичной помощи. Два приемных кабинета для взрослых и детей, процедурная и аптечный пункт. Прием ежедневно средним 5-6 человек. Вызова по-разному бывают. Бывает день, нет вызова. Бывает и 3-4 вызова в день. Это в зависимости от заболевания. На данный момент у меня температурщик больных нет. И с подозрением на коронавирус. Но такие больные были. Больные лежали в инвестиционном отделении ТРБ. На данный момент они выписаны. Чувствуют себя хорошо. В празднике работа не встанет. Медики региона будут принимать больных в обычном режиме 31 декабря, 9 и 10 января. В остальные дни медицинская помощь также будет оказываться. Но на уровне врача-терапевта участкового, как амбулаторно на приеме в поликлинике, и в эти дни будет усилена бригада врачей, то есть это не один врач, это несколько врачей, так и врачи-педиатры, врачи общей практики. Вызова также будут обслуживаться на дому. Продумано на время каникул и работа лабораторий по диагностике коронавируса. Все праздники будут обрабатываться тесты, проводиться компьютерные томографии. И, конечно, будет оказываться экстренная помощь. Кроме того, в праздничные выходные стартует вакцинация работников соцсферы и учителей от COVID-19. Алена Стецук, Георгий Иванов. День в событиях.